Так, а я еще хочу для нашей московской части просить сделать небольшой доклад Людмилу Юрьевну Сидоренко, благодаря которой мы вообще этой площадкой воспользовались, и она, как выясняется, вообще не случайно. Эта площадка очень попадает в тему нашего мероприятия. Добрый день еще раз. Видите, я коротко и потом с картинками. Знаете, у нас очень неожиданный оказался опыт Валанды, даже не Молодское движение, вернее так, для нас совершенно неожиданный опыт сбора монетарной помощи. Как бы мы не готовы были, это помещение наше не было совершенно готово, и лояльность нашему руководству, который мы сделали в здании, позволило нам осуществить эту акцию. И для нас это было очень любопытно. Я не знаю, будет ли кому-то это полезно, если будет, то я очень рада, потому что все равно, как выяснила библиотека, которая предоставляет радостно свой зал, свои помещения для, я не знаю, приема студентов, волонтеров и так далее, то сбор помощи, которая сопровождается, не знаю, какими-то объемными там, пакетами, еще чем-то, это оказалось очень сложно, нам завален целый пол, поэтому мы теперь такие очень маленькие волонтеры, у нас малые формы, вот мы собираем там, вот эти провалены и так далее. Вот великий, на вас сейчас вы видите замечательный, великий уступ, которому там почти 900 лет, он в окружении огромного количества рек, ручейков, там есть низины, есть деревни такие, которые затопило полностью об этом, но это вот фотографии просто из интернета, показать какая-то это красота. Вот это начался ледоход, причем ледоход в связи с тем, что реки, песчаные реки, реки с песчаными берегами там сейчас не чистят в последние несколько лет, то река промерзает до дна, и вот этот лед, он становится как бы даже поперек движения воды, существуют такие заторы, но это уже после того как, просто, скажем так, картинка для красоты, вот это уже уплыли близлежащие все деревни, причем там катастрофа еще в чем, там если смывают всю деревню, то уносят септик, уносят в баню, там невозможно пользоваться питьевой водой, ее можно доставить, вернее, там нет питьевой воды, ее можно доставить только на лодке, и, к сожалению, население вот этих деревеньев, это либо маленькие дети, которые отвозят к бабушкам, люди очень-очень пожилого возраста, конечно, для них, ну, слово коммуникация, оно вообще непонятно, неизвестно, и поэтому здесь вот у них 90% той помощи, которую они получили изначально, моментально, это были волонтеры, причем те волонтеры, которые себя волонтерами не называют, не считают, в общем-то, об этих словах узнают, об этих терминах узнают, ну, так скажем, недавно совсем и случайно, это просто у них есть такие активисты, которые на лодках, вот это, да, это очень старая карта Великого Остюга, и вот эти вот все реки, вот эти вот деревни, Каравцы, Юли, вот их смыло практически полностью, и здесь, если бы не помощь людей, то, я не знаю, ну, очень, видимо, я так думаю, что были бы жертвы, надо сказать, что МЧС очень быстро, вот это мы, ну, это не наша картинка, это из интернета, потому что их, это из статьи, из нас, их периодический топик, топик, ну, делают выводы, не делают выводы, тем не менее, природа такова, так, это их термин, топик, у них, например, когда дают объявление о продаже квартиры, пишут, затопляемые зоны, не затопляемые зоны, это очень важный момент, как, ну, то есть для них, где-то судьбоносный, вот, это мне послали мои знакомые, это, это, МЧС, МЧС им тоже очень помогало, они потом деньги получили, но это все было потом, а изначально, конечно, они оказались где, например, вот в этом доме живет моя знакомая, у нее слепая мать, ей на катере, потому что заправляете мать в больницу, они сидели на чердаке, несколько суток им привозили воду, хлеб, ну, это вот окрестности, там не только старые дома унесло, унесло дома, в которые люди вложили вообще все свои, там, это практически в центре города, все свои средства, возможности, вот такие, в общем, заторы, и если бы в свое, там существует у них такой, алгоритм взрыва реки, в определенное время года, в декабре, если бы это произошло, если бы этот момент не проспали, то такого затопления бы, конечно, не было бы, такой беды не было бы, у них есть, у всех коммуникаций, у них есть две группы ВКонтакте, и только ВКонтакте, они, ну, как-то не пользуются другими сетями, не знаю, там, может быть, одноклассники, но вот ВКонтакте, у них есть две группы, то и другое зарегистрировано в районе 20 тысяч человек, все население города приблизительно 30 тысяч человек, ну, то есть те, кто умеет больше немножко читать, немножко писать, получается, что они все, у них зарегистрированы, это группа, сейчас, это уже материальная помощь, сейчас они обмениваются информацией какой-то, и о чем-то договариваются, но это только, мне кажется, что вообще, это только с этого года, когда пришла вот такая большая беда, это, здесь мы начали собирать материальную помощь у себя, вернее, сначала просто познакомиться, то, что может принести, с чем мы столкнулись, столкнулись везде, это с недоверием, то есть абсолютно везде с недоверием, куда бы мы ни звонили, кому бы ни обращались, сначала люди спрашивают, да, это на самом деле, так вот, да, это правда, мы в фейсбуке, на страничке библиотеки выкладывали, это все еще подробно, это занимало время, место, и ненужное для нас место, потому что читают все у нас очень специфически, но тем не менее, денег мы собрали, значит, получили мы охват аудитории, оплачивали, около 10 тысяч человек, а денег мы собрали 12 тысяч рублей, из которых 90% это были знакомые, 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 то есть те люди, которые знали, кому они отдают деньги, вот каких-то просто через Яндекс деньги, там, на карточку Кубербанка, это были совершенно какие-то, ну, мизерные, может быть, там, тысячи, полторы, и мы еще у нас такая, знаете, была проблема, люди очень самонадеянны, люди на другом конце провода очень самонадеянны, когда им пишешь, например, ВКонтакте, да, у вас будет транспорт, туда едете транспорт, они говорят, да, вообще, это будет такой транспорт, вы забудете все на свете, весь там белый Мерседес, на самом деле транспорта никакого нет, мы их очень долго ждали, мы пытались и так, и так, и так, никто не пошел нам навстречу, ни представители администрации, ни представители бизнеса, никто, и мы оплате денег, которые мы собрали, у нас ушли на транспортировку вот этой гуманитарной помощи, но, да, это вот реальные фотографии, они сидят на чердаках, уплыть, конечно, можно, придет лодка, можно позвонить, телефоны, в некоторых местах не было связи вообще, не было мобильной связи, никакой, но, тем не менее, можно было покинуть свои дома, но мародеры, просто похожи на соманистских пиратах, они на этих надувных лодках, на таких там, катерках, и вброд, в общем, боятся мародеров, боятся мародеров, сидят, и вот это уже наши девочки, которые вот здесь мы собирали в холле эти вещи, мы в результате, когда отправили, получилось, что мы собирали, у нас ушло 400 кг груза, я не могу оценить, много это или мало, собирали мы, наверное, недели две, были люди, которые просто приходили ссориться, и говорили, так, вот у вас собирают, мы вот случайно, где-то там прочли, мы что-то видели, приносили продукты, свои, приносили вещи, это вот казанская машина, они увидели нас в фейсбуке, с ними вышла очень приятная история, они увидели нас в фейсбуке, написали, что они, у них замечательный фонд, они прекрасно всем помогают, они отправляют многобиллионную, многотонную машину, и в результате они получили вещи в плесени, то есть все, что они получили от казани, к сожалению, вещи эти были все в плесени, они уже так совсем, и они вынесли их, там, 70% на помощь, ну, вот они там нашли помещение, собрали какие-то, ну, это вот это уже, раздача, это уже, да, это благодарность, почти все, почти все меня спрашивали, спрашивали через страницу, по телефону, будет ли какой-то отчет, то есть отчет был совершенно необходим, мы выслали, мы выкладывали их на сайте, мы просили, нам вырисовали фотографии, но это уже сейчас нет, так, вот момент, это чернение льда, если бы, например, была карта, скажем, приложения, возможно, была бы создана, что такое чернение льда, они договариваются между собой, через газету, или через группу ВКонтакте, выходят на лед, поливают песком, лед, там очень яркое солнце, при больших морозах, там очень яркое солнце, и то место, которое чернеет, зачернено, на него, ну, то есть оно под лучами солнца, быстрее топится, и они потом эти куски, эти места развязают, и тогда проще, помимо того, что МЧС бомбит заторы, но тогда проще справиться вот с этими, ой, с этими льдами, ну, это уже, это уже в завершении, просто местные красоты, которые, собственно, вот этот мыс БК, он, ну, нет картинки со снегом, он был, тоже, в общем, весь, весь уже, ну, это, это так, для завершения, для красоты, замечательный город, и, когда ушла вода, они столкнулись с новой бедой, то есть, получается, что им гуманитарная помощь нужна постоянно, потому что, когда ушла вода, показали, что все эти дома, и улицы, они в тине, и в песке, вода ушла, и осталась вот эта грязь, и остались они, самое ужасное, что они остались все в антисанитарных, прямом смысле, условиях, потому что, сыркиков не было, и это на очень большой территории, и очень много пропала бытовая техника, и сырость, эта сырость, началась с плесень, то есть, вот это наводнение, которое как бы сошло на нет, то сейчас, это совершенно, и там, вот это продолжение, этой беды, хотя им выделили около полумиллиарда рублей, они получили там, всякие, государства, и, ну, но все равно, это мизер, и это тяжело, и там, это очень пожилой город, к сожалению, сейчас, все закрыто, это очень пожилой город, и вот эти люди, которые сидят на одних своих пенсиях, даже при такой локации, они, конечно, ни с чем не справятся, мы, может быть, будем организовывать, с учетом предыдущих ошибок, еще одну вот такую акцию, хотя, повторюсь, помещение библиотеки, сотрудники, мы не готовы, и не приспособлены, или к этому, но пытаемся сделать, и, да, и еще такой момент, вот мне всегда задавали вопрос, даже на, даже, даже наши, стоило, стоило ли вообще, это такого напряжения, собрать деньги, потратить их на, то, чтобы отправить грузь, здесь иметь некоторые конфликты с руководством, особенно с пожарными, стоили ли того, но мы получили оттуда, очень трогательные письма, очень трогательные, и если предположить, что у человека не было ничего, он был в отчаянии, и он получает, там, не знаю, теплую одежду, продукты, ну, это даже как-то морально, но акция, получается, именно в этом регионе, она бессрочная, ну, вот, собственно, такой был наш опыт, не знаю, донесла ли, для того, что я, что-то, 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 но вот так получилось, и я очень рада, что столько людей занимаются, занимаются таким важным делом, полезным, и, в свою очередь, еще раз хочу сказать, что мы всегда открыты, мы всегда ждем, пожалуйста, приходите к нам, что-то строить, Продолжение следует...